я еще раз хочу сказать что информацию о том что компании файвинс не было мы ну я уже знала феврале я в 2018 года я озвучила ну самым тем близким кто со мной был до в группе что но это пирамида но понимаете революцию в умах людей в мои планы не входило до делать революцию совершать то есть выступить и сказать что компании файвинс не существует какие бы я бумаги тогда не предоставила их их получил адвокат а он представлял нас да то есть мы не являемся генпрокуратуры или каким-то государственным там органам и адвокат он выступает от частных лиц до от людей и поэтому ну было бы большое противодействие и не поверили бы люди все равно они не были готовы появился диего который всех вдохновлял и да мне не надо было я не собиралась никого убеждать вообще этого не было если бы я хотела произвести знаете привлечь внимание ну именно сделать акцент да на этом я бы записывала видео говорила пропагандировала мне там писали что ну вы это делаете специально нет я не блогер я не зарабатываю с youtube у меня видео все закрыты то есть мне не нужны комментарии оценка да людская того что я делаю вот у меня есть группа у нас да вот она есть и есть мы собрались и мы идем я не работаю именно на то чтобы привлечь внимание и люди мои тоже но с кем мы вместе дружим все замечательно у меня группа мы не работаем то есть никто ничего вот не рассказывает люди которые к нам уже приходили вот потом феврале и ну допустим писали говорили знаете тоже в другой группе но я знаю что у вас есть генеральный есть уголовное дело в кбрд я знаю что приобщили я тоже хочу к вам но у вас есть и потому что у нас так не получается мы брали но мы не завлекаем и не заманиваем к себе нам мы не нуждаемся нам это не надо и мы прошли вот этот этап сейчас мы конечно ну у нас там под накопились еще финансовые претензии людей которых надо отправлять в кбр да ну вот как вот не говорили что я специально и что адвокат хочет как писала женщина из казахстана нажиться то есть с ошибкой да вот безграмотность такая и женщина выносит оценку о том что я хочу нажиться и адвокат хочет нажиться то есть я вам озвучу цифру вообще сколько это стоит вот деньги за год мы оплатили ну то есть мы оплатили всего получается вот 150 рублей стоил запрос ну то есть мы собирали на запрос феврале 1 1 был взнос это был со всех потом когда группа определилась мы сдавали 1650 россияне это был апрель 2018 года и 1100 рублей или 1150 сдавали граждане казахстана украина и господи и испания причем испанцы ну вот сумма это была расчета но они сказали что пойдут взаимозачетом потому что им там сложно оплатить их там было двое женщина которая на пмж и действительно испанец хуан который занимает высокое положение в обществе они сказали взаимозачетом мы будем ездить финансовую полицию мы поедем министерство иностранных дел вот мы будем здесь разруливать эту ситуацию я говорю ну хорошо тогда ну не оплачивайте то есть и вот мы тогда собрали деньги еще раз акцентирую внимание апрель 2018 года 1650 рублей россияне и 1100 или 1150 граждане казахстана причем мы собирали это не адвоката понимаете его в услуги входило исключительно это вот то что он написал нам заявление на португальском на английском языке финансовой претензии потом сопроводительные письма стоили денег потом сопроводительное письмо вот это гам стоило потом значит ну это оплачивалось то что переписка с генпрокуратуры в генпрокуратуру берет допустим определенную сумму за то что он напишет какое-то количество писем да причем вот его переводческие услуги они как бы между само собой разумеется потому что он просто профессиональный переводчик то есть английский и у него еще есть дополнительные языки а вот и следующий нас взнос это был получается декабрь 2017 года просто деньги на счету уже закончились а адвоката вызывали дальше проводить беседу уже там в мвд на потом выяснилось что надо обжаловать действиям в генпрокуратуру там да потом надо выяснить что надо вот еще что-то там сделать потом надо взаимодействие то что он с казахстаном с кбвр пытается вот этот вот канал да обмен информации то есть как ведется следствие на территории казахстана и кбвр чтобы следователям стало известно то есть это тоже письма такие как посредник то есть это он именно сообщал номер уголовного дела которая в кбврд ну мы сейчас дойдем до этого то есть вот следующий был этот декабрь 2018 это мы сдавали все по 1000 рублей но сдали всего половину то есть у людей перед новым годом особенно вот казахстан у них сдала то есть если россияне практически все сдали то казахстан уже они не сдавали то есть они попасть люди такие более пассивные хочу сказать и вот я оценку даю это не все люди там но ведомые то есть вот я обратила внимание то есть ну видимо менталитет и особенно девочки то есть есть действительно женщины очень умные которые знают свои права свободу они их умеют отстаивать то есть это просто красавицы это шалпан это ли я это шалпан которая в моей группе то есть это очень это люди которые прекрасно знают что им положено какие права не имеют они их изучают это очень грамотные люди они но очень образованные понимаете они не останавливаются а есть и вот кто когда-то что-то окончил и сидит это в углу плачет из своих прав не знает и вот на него достаточно цикнуть да там со стороны сказать тебя уволят с работы она мне тут же пишет анжела знаете мы решили отказаться потому что мужа уволят с работы это вот и в татарстане такое же и в казахстане то есть я этого не понимаю то есть как так вы позволяете шантажировать себя вот такими вещами ну то есть можно же тоже на них управа найти и вот последний раз мы сдавали тоже сдавали не все это мы сдавали сейчас в апреле 2019 года то есть эти деньги на счету у нас то есть но вот сейчас мы обжаловали действие генпрокуратуры мвд да в генпрокуратуру россия и еще там и то есть они нам сейчас понадобятся то есть адвокат будет ходить на беседы будет еще писать там там допустим не в аппарат президента ну тоже вот такие вышестоящие инстанции которые вот именно контролируют работу и мвд и в том числе генпрокуратуры россия то есть я вам хотела сказать что я вот это говорю ну мы вообще вот это вот не собирались озвучивать просто ну вот я вижу что знаете вот допустим кто-то писал в кбврд но почему-то обращался в какую-то газету зачем вот с какой-то что газета чем она вам поможет вы хотите вызвать реакцию привлечь внимание только это но ведь это же не поможет расследованию зачем вы обращаетесь что вам даст газета ну да ну газета это хорошо но кбврд это маленькая страна но ну вот ну вот мы обратились какой смысл в этом был никакого так вот какие три пути нам предложила генпрокуратура кбврд ну а они в общем-то известны нам были просто они когда получили они подтвердили что получили все они сказали что есть три пути первый путь это когда вы работаете только на территории кбврда то есть ведется расследование вы становитесь а значит участниками процесса для этого вам потребуется кбврд иландский адвокат потому что ну российские адвокат вас представлять в генеральной прокуратуре кбврда вот именно там изучать материал дела ну вот они не хотят они нам ничем это не и честно говоря мы тоже очень удивились потому что ну и не смогли нам ни в консульстве это объяснить ну вот такие у них условия а второе они сказали что вы можете проводить расследование быть активными как на территории кбврда так и на территории тех стран где произошло это преступление то есть и россияне могут писать и обращаться во все инстанции мвд бэп там прокуратура полиция то есть вот везде понимаете а в следственный комитет вот и в казахстане и в испании и украина то есть чтобы обращались именно там где произошло преступление вот а третий вариант это когда вы работ ну когда вы вот ведете по двум направлениям то есть допустим вот преступление произошло в казахстане вот в казахстане отдавали деньги были офисы и в казахстане пишет там и в мвд и генпрокуратуру и следственный комитет ну везде министерство иностранных дел и в кбврд одновременно и вот этот канал между кбврд и и казахстаном настраивайте да чтобы они обменивались информация и именно что не через интерпол а он есть он и вот получается что допустим вот пострадавшие в россии то есть мы обращаемся и в россии и в кбрд тоже вот мы сейчас действуем по третьему пути то есть мы и с кбрд работаем и работаем граждане казахстана с казахстаном к бверда казахстан и мы работаем россия казахстан вот таким образом все это медленно здесь нет никакой такой сказки чудесно что раз пошел сразу же на следующий день результат сразу тебе деньги там задрожали в обморок упали эти те кому отдавали деньги такого нет и этого следовало ожидать понимаете это нормально поэтому те кто рассчитывал что сегодня подал заявление а завтра ему отдали деньги да есть такие случаи есть но это лишь ту раз и привлекли к ответственности но таких мало но они есть так вот я все-таки подведу итог про деньги смотрите россияне да то есть подсчитываем 150 рублей плюс 1650 получается 1800 рублей вот это 2018 год декабря месяца 2018 году а в декабре месте сдали еще 1000 получается вот 2 800 и вот сейчас мы сдали в апреле по 1500 2 800 плюс 1000 ну то есть мы сдали в апреле 2019 года по 1500 и получилось 2 800 плюс 1500 4 300 далее россияне это получается в течение года то есть было четыре взноса 150 1650 в декабре 2018 еще 1000 и в апреле вот пожалуйста 1500 и что это очень пассивно это очень пассивно это все на текущие расходы она и бумагу и картриджи и на запросы и на то что адвокат допустим составляет какие-то письма сопроводительные пишут какие-то заявления да это очень посильная сумма то есть вот и получается из казахстана граждане они сдавали не 1650 самый первый раз то есть они давали также 150 рублей кто ну вот феврале 2017 года когда мы собирали на консультацию и они сдавали потом по 1100 вот 100 рублей 150 плюс 1100 да ну или 1150 ладно пусть будет они сдавали в апреле 2018 года это получается 1150 150 1300 вот это итоговые апрель 2018 года далее они сдавали в декабре тысячу получилось 2300 и сейчас они сдавали по 1500 это получается 2300 плюс 1500 3 800 за год это тоже посильно это и говорю это сдавали не все вот вообще не все понимаете то есть кто-то но не мог я ну то есть они потом да сдадут а вот но вот так чтобы прямо все сдали люди такого не было это было только первый раз вот в апреле 2018 года знаете вот допустим казахстан вы все говорили что ой обращался в интерпол все все хорошо а вот нет понимаете мы тоже задавали этот вопрос адвокат задавал вопрос генеральным прокурором кбрд а почему так ну вот через интерпол казахстан допустим обращался почему и ответили а отвечает кбрд и потому что вот мы работаем не через интерпол а через оон и вот они нам дали ссылку там вот на определенный сайт там на определенную какую-то информацию они пустят казахстан тоже вот работает там заходит вот именно ну вот вот таким образом да то есть получается что казахстан допустим запрашивал ну делал запрос относительно этой компании агам кбрд только они делали это ну как бы сказать образно говорить в квартиру допустим интерпола ну которая находится на уровне на улице кирова да а кбрд и предоставляла эту информацию то есть вообще для всех они думали что и казахстан и россия туда зайдут ну допустим на улицу допустим там я не знаю фокина и получалось что они не пересекались этой информации вот когда мы узнали про то что существует уголовное дело то есть когда нам ответил вот консул и когда нам прислали письмо генеральной прокуратуры адвокату то адвокатского анжела в общем пишем вот эту информацию следователям в казахстан и в россию и у нас очень активная семья есть и женщина вот она мне предоставила номер телефона в казахстане следователя которые занимаются международными расследованиями ну и естественно ирлана джексонбаева позвонил адвокат им рассказал что нам известно про уголовное дело про номер уголовного дела от какого года на о том что мы отправили финансовые претензии да и ваши следователи в казахстане очень заинтересовались и антон им отправил переписку вот эту всю с кбр да и он им отправил я возможно как-то так сумбурно объяснила про три направления я еще раз поясню то есть можно работать то есть ну вообще подавать только заявление на территории кбр да и только там вести расследование только генеральная прокуратура кбр доведет расследование вы становитесь участниками процесса когда заканчивается этот уголовный процесс да а то есть виновных осуждают до назначают им миру наказания получают судебное решение до потерпевшие и обращаются с ним как аналоги судебных приставов да то есть чтобы уже в гражданском процессе вернуть свои деньги это следующий гражданский процесс это может длиться годами а дальше можно вести расследование только на территории той страны где и происходило преступление то есть казахстан допустим может только на территории казахстана проходить проводить расследование вообще не обращаться в кбр да россия только на территории россии тоже не обращаться в кбр да испанцы только на территории испании То есть, понимаете, работаете вы по одной стране. А можно, и это самое лучшее, самое эффективное направление, когда вы работаете, то есть ведется расследование, а вас знают и в генеральной прокуратуре КБВР, да, вот как мы, и вас знают и в генеральной прокуратуре, и в МВД Казахстана, и о вас знают, ну вот у нас просто и в российских органах, то есть на территории Российской Федерации, то есть в МВД и в генпрокуратуре. И то есть у нас будет налажен вот этот вот канал информации взаимодействия между МВД Российской Федерации и допустим Генпрокуратурой КБВР, МВД Казахстана, Генеральная прокуратура Казахстана и Генеральная прокуратура КБВР. Так может любая страна. Испания, да, вот у нас испанцы, но они сейчас вот стали неактивны у нас, то есть они там у нас, ну, обращались в финансовую полицию, да, они обращались у нас, получается, в Министерство иностранных дел, то есть и сказали, что это мошенники, и здесь только идти в суд, и что не поможет им никакая тут финансовая полиция. Вот услышьте меня, понимаете, и они могут тоже вести это, допустим, на территории Испании, да, и проводить это расследование, и проводить расследование, ну, так же написать заявление в Генеральную прокуратуру КБВР, то есть в двух направлениях. Это что дает? Обмен, обмен, то есть Казахстан отправил, сколько потерпевших, да, что есть уголовное дело, они отправили, но у них нет консульства, это усложняет, то есть порядок такой, они отправили в полицию, там, полиция сейчас с Генеральной прокуратурой КБВР, да, там. И, ну, то есть в конце 2019 года, сейчас, когда закончится вот этот уголовный процесс вообще по Казахстану полностью, полностью завершится он, полностью вот по городам, вот, поэтому я вам говорю, торопитесь, пишите заявление. В 2019 году, в декабре, все это прекратится, и уже вот итоги, и вот ход этого расследования отправится в Генпрокуратуру КБВР, да, и то есть за счет государства КБВР, да, и Казахстана будет осуществлен вот этот перевод. Он, естественно, будет правильный, то есть вам не придется переводить вот эти там отдела, да, заверять их нотариально, да, там, проводить верификацию, да, легализацию, чтобы отправиться в КБВР по каждому человеку. Я вам говорю, торопитесь, потому что вот количество пострадавших, те, кто признан потерпевшими, сколько осудили, на какой срок, какую сумму, ну, там, вернули, не вернули, это все данные отправятся в КБВР, да. А там все фамилии, в том числе и вот этих российских клинарцев, все такое прочее. И я хочу сказать, это эффективно, когда мы работаем сразу в нескольких странах, и Россия, то есть вот идет, у нас сейчас треугольник идет, Казахстан, КБВР, да, Россия, Казахстан, КБВР, да, в Россия. То есть Казахстан и в КБВР, да, делал запрос, и в Россию. Здесь еще вот такой нюанс, он им отправил те сопроводительные письма, да, которые мы отправляли тоже в Генеральную прокуратуру КБВР, да, он подтвердил, и уже ваши следователи там на территории Казахстана, то есть у вас, вот, если вы будете брать материалы дела, и знакомьтесь, там есть вот именно международная часть, да, в материалах дела, должно быть отражено, что они сделали, то есть то, что они вынесли, вот вам прилюдно, то, что видно, то, что вот мы запрашиваем, это я вам говорю. А можно подтвердить, можно написать жалобу, а почему вот вам, допустим, вам сообщили, что компании Favins не существует, почему это не отражено, допустим, в материалах дела, но, понимаете, для того, чтобы это задавать, надо быть немножечко юридически подкованным хотя бы, да, не обязательно иметь высшее юридическое образование. И еще мы везде, то есть когда адвокат составлял для граждан Казахстана заявление в МВД Республики Казахстан, генеральную прокуратуру Республики Казахстан, он везде в заявлениях указал, что выяснилось, что компании Favins не существует. И в заявлениях, и в сопроводительных письмах там вашему, ой, ну как же я не помню, как в МВД руководителю, да, Казахстана, генеральную прокуратуру, то есть он вот, когда писал обращение в МВД и генеральную прокуратуру КБВР, то есть Казахстана, он везде указывал этот факт, что компанию Агам возглавляет Авакомов Андрей Андреевич, уж не тот ли это Андрей Андреевич, в отношении которого было возбуждено уголовное дело там в 1992 году, да, Рабал, он прикладывал выписку везде, и он везде писал, а про компанию Favins вообще, вообще выяснилось, что ее не существует. У вас знают в Казахстане следователи, что не существует, вот Джексон Баев знает, знает вот следователи, который ведет вот эти вот расследования, да, международные, знают руководители МВД и генпрокуратуры Казахстана, они знают, понимаете, и поэтому это дело пройдет быстро, скоро, но вы должны явиться в суд, вы должны быть там, судья вас должен видеть, он должен видеть, что вот сколько людей на самом деле вот не написано, а обман-то, вы не должны позволить вот этим вот людям, которые защищают сейчас адвокаты, да, чтобы они, да, чтобы им совестно было доказывать, что вы сами так обманулись, понимаете, вас же, вас же привлекали, понимаете, вас сводили в заблуждение, ну, вот кто чувствует, что за ними правда, да, что, ну, вот, допустим, вы же спрашивали, а вы подтверждали вообще достоверность вот этих вот, что компания белая, что давно работает, что платит налоги, что она учреждена, ну, вам же говорили, что она белая, я вас не призываю, то есть не надо революции, не надо бойни, но в суд надо прийти, надо смотреть, надо отстаивать свои права, купите уголовный кодекс, купите процессуальный кодекс, вот есть гражданский, есть уголовно-процессуальный кодекс, ознакомьтесь, как должно вообще идти вот этот процесс, что вы имеете право на фиксирование, на аудиозапись, на видеозапись, вас никто не может, если это процесс открытый, никто не может вам сказать, прекратите записывать, никакой не адвокат, никакой не обвиняемый, понимаете, пусть им будет стыдно, может быть, они тогда осознают, что да, они были в заблуждении, но ведь они же опасны, вот они ввели в заблуждение такое большое количество людей, понимаете, люди остались, вот кто без квартир, кто без машин, кто без средств, которые собирал на старость, и они сейчас выставляют себя такими жертвами, обижными, что их тоже ввели в заблуждение, а почему же вы не проверили, у вас на руках были такие деньги, да позвоните вы в консульство, ну сделайте вы запрос, ну приедете вы на территорию ТКБР, да сходите вы своими ногами в эту генпрокуратуру, в полицию, что я сомневаюсь, я хочу удостовериться, появился такой инвестиционный фонд, проводится такая активная реклама, да пожалуйста подтвердите, что реально компания ведет белую чистую деятельность и отчитывается, почему этого не случилось, что это халатность или это было продумано, да, чтобы потом с деньгами сбежать, вы этого знать не можете, это знают только те, кто вас туда заманивал, завлекал на большие деньги, понимаете, это мы им сообщили, то есть мы вот сделали такое частное расследование, мы на свои деньги узнали, что компания Favince даже не была учреждена, что в отношении АГАМ есть уголовное дело, и оно не закончено, оно возвращено на доследование, то есть когда вам пишут, что вот АГАМ выиграл два суда, он не выиграл два суда, то есть, ну вот есть судебные процессы, есть судебные заседания, и на этих судебных заседаниях были возвращены материалы дела на доследование, понимаете, и когда вам пишут, что выиграны аж два суда, ничего подобного, это безбожное вранье, понимаете, ну сняли у них арест со счета, потому что они пришли и сказали, что потерпевших нет, мы чуть-чуть опоздали, вот тогда Диего был, это вот у них сняли арест со счета 18 марта 2018 года, вот, я как раз записала видео 9 марта, а Диего появился буквально, вот я в феврале записала, по-моему, 9 или 11 видео первого, где говорила, кто хочет принять участие, пожалуйста, давайте сдадим деньги по 150 рублей, возьмем адвоката и сделаем запросы, и вот тут же в первых числах марта появился Диего и сказал, что все откроется, и народ не стал писать, Анжел, ну мы решили подождать, компания откроется, и мы боимся, чтобы, ну, компания не была хуже, мы не будем в этом участвовать, но не бойтесь, не будете, понимаете, это ваше право, вот, поэтому революцию я никакую производить вообще не собиралась, и когда мы получили, что компания F1, нет, и был Диего, и тогда зачем я буду, ну, вот эту вот реакцию людей вызывать, и негатив, нет, кто захотел, тот услышал и пошел, у кого есть голова, кто, знаете, в этих розовых облаках не витал. Global Star Club. Возможности безграничны.